Гонки под дождем. Новосибирске прошел пятый этап российской дрифт-серии. Участники со всей страны показали мастерство управления автомобилем в заносе. Бороться пришлось не только с соперниками, но и с плохой погодой. Тему продолжит Кристина Латта. Кристина Латта. Если пойдет дождь, то дождь не помеха, а мы будем просто медленно с брызгами ездить. Новосибирск который год принимает такие масштабные турниры, но впервые география от Владивостока до Екатеринбурга. Я рад приветствовать и прежде всего спортсменов, которые приехали от Востока до Екатеринбурга. Не только традиционные наши соперники Сибири. Я приветствую всех болельщиков, которые в любую погоду болеют, переживают, ощущают вот это искушение борьбы. Спасибо вам за этот праздник. Я желаю всем успехов. Российская дрифт серия проходит в два этапа. Сначала одиночные квалификационные заезды. На следующий день самое захватывающее парные гонки на выбывание. Участники должны проехать по максимально правильной траектории, при этом держась как можно ближе друг к другу. Дыма из-под колес одного из эффектных составляющих дрифта зрители так и не дожидаются. К погодным условиям ливню и мокрой трассе лучше всех приспосабливаются гонщики из Красноярска. Они занимают практически весь педестал. Второе место за новосибирцем Артуром Волчанским. Это не последняя гонка для дрифтеров. Пока тепло, гонщики будут жечь резину на трассах страны. На следующей неделе буквально 26 числа, в следующую субботу, здесь же у нас будет Кубок Столицы Сибири плюс Кубок Губернатора Новосибирской области. Пользуясь случаем, хотел бы всех пригласить на это мероприятие. Следующий у нас Красноярский 3 сентября. Дальше у нас D1GP Азия-Пацифик. Это Владивосток. То есть там, можно сказать, чемпионат мирового уровня. С натяжкой, но можно об этом говорить, поскольку там участвуют пилоты. Россия, Япония, Малайзия, Таиланд, Китай. То есть обширная представленность и очень крутые пилоты. Кристина Лата, Ольга Летягина, Алексей Баженов. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова